Всем привет! С вами Ольга Чернова, Моя Грудная Азбука. Сегодня 23 января, я вот только что снимала видео и говорила, что у меня сегодня первый посев. Но это только толстоногие, только для раннего урожая. Но ведь уже нужно подбирать сорта и для дальнейших посевов, даже для массовых. И вот сегодня я сидела, разбирала пачки. Я сейчас хочу поговорить на тему... Вот у меня большинство сортов свои, которые я уже испытывала, которые я уже знаю. Но ведь каждый год мы добавляем и покупаем какие-то семена в магазине. Как вот не ошибиться, куда их расположить? И мне и в прошлом году, и нынче многие спрашивали, посоветуете какие-нибудь мало облиствленные сорта томатов, которые идеально подойдут к теплице. Мы знаем, что в теплице, если высадить томат, сорт у которого куст мощный, он такой разрастается, как дерево. Как я вот рассказывала про клубничное дерево, что я его никогда больше в теплицу не буду высаживать, он занимает там слишком много места. Это вот растения эгоисты, они все закрывают солнце от других, не дают никому расти. Вот закрывают вот так листьями своими и все. Я сейчас хочу посоветовать начинающим подсказать один метод, как можно определить, можно его, нужно ему, как в теплицу, нужно его высаживать или нет, займет ли он там место или нет. Так вот, каким сортам в теплице будет тесно, как узнать даже не выращивая. Я вот купила в магазине несколько сортов, и на примере этих сортов я вам расскажу, как отсортировываю я. Он метод, конечно, не очень точный, может быть какие-то будут, даже из тех, которые я выберу для теплицы, они все-таки будут мощные, но все-таки тут у нас на пачках очень часто есть ориентир, какие растения будут много места занимать, а какие нет. Некоторые не читают эту информацию и считают ее как бы ненужной. Вот смотрите, я читаю. Выбрала все крупноплодные, чтобы они были примерно одинакового размера плода. Это не засолочные, это не скороспелки, а именно с крупными плодами. Читаю, вот, медово-розовый от 300 до 500 грамм. А, здесь буквами написано, это еще потом подскажу, еще как узнать. Вот, например, дикая роза Так, до 500 грамм, точно такой же. Я говорю, выбрала примерно одинаковые. И написано, на одном квадратном метре размещают 3 растения. Запомните, 3. Вот, сибирский козырь. До 700 грамм. На одном квадратном метре размещают 3-4 растения. Самохвал. До 800 грамм. На одном квадратном метре размещают 2-3 растения. И вот, смотрите, от того... А, и вот первое. Иногда этой информации нет, ничего не написано. Но там есть схемы, рисунки, вот, когда посеять, когда собирать. И вот на этой схеме нарисовано квадратик написано 1 квадратный метр и 3 растения. То есть, на 1 квадратный метр тоже 3 растения. Вот что дает нам эта информация? Если мы внимательно подумаем, есть же разница, или 4 растения можно на 1 квадратный метр высадить, или 2. Если нам специалист рекомендует высаживать всего 2 растения на 1 квадратный метр, даже если тут не написано, что оно мощное, что оно с сильными такими листьями, это ясно, что это растение занимает много места. Представьте, квадратный метр, всего 2 растения, оно все заполонит собой. Это значит, что огромная теплица, вот которая у меня 3 на 8, там 24 квадратных метра. Если убрать дорожку, то в этой теплице можно вырастить только 40 таких растений. Всего 40. А у меня там 120 посажено. И вот, по этой информации мы можем узнать, каким томатом в теплице будет тесно, и какие лучше туда не высаживать, а каким там будет нормально. Если написано, несмотря на то, что он высокорослый, крупноплодный, на одном метре можно выращивать 4 растения, это значит, что можно его немножко вот так уплотнить, потеснить, и в теплице он будет вести себя хорошо. А те великаны, вот как клубничное дерево, или как вот этот самохвал, если всего 2 растения на одном квадрате, то лучше, конечно, высадить в открытый грунт. Но опять же, могут быть такие тут возражения, что такие крупные в открытом грунте не вызревают. Но это уже дело ваших рук. Можно постараться посеять пораньше рассаду, как всегда, перевалить лишний раз, высадить сначала под какую-то пленку, потом пленку убрать. все будет хорошо. И он будет.